Очередной выпуск программы 36.6 посвящен актуальным проблемам профилактики грозных и опасных заболеваний и инфекций. Что нужно знать об онкологических заболеваниях? Какие современные методы диагностики и лечения помогают своевременному выявлению и эффективному лечению грозного недуга? В чем суть пилотных проектов по скринингу рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин? Сифилис и гонорея? О чем свидетельствует статистика? Как обезопасить себя и своего будущего ребенка от ВИЧ-инфекции? На эти и другие животрепещущие вопросы вы найдете ответы в программе 36.6. В рекламном блоке услуги ведущих специалистов отделения медицинской косметологии межрайонного кожно-венерологического диспансера. 4 февраля прошел Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Проводится он не в первый и, увы, не в последний раз. По той простой причине, что рак не сдает свои позиции. А напротив, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о грядущей волне онконедугов. Проблема рака остается по-прежнему актуальной. Причина – неуклонный и постоянный рост числа заболеваний, который регистрируется в целом в мире и нашем регионе в частности. Только представьте себе, практически каждый 40-й житель Пинска и Пинского района болеет или уже перенес онкологическое заболевание. За 10 лет увеличение заболеваемости онкологическими заболеваниями произошло на 35%. То есть, 3,5% в год – средний годовой рост онкопатологии. Конечно, медицина не стоит на месте. И современные методы диагностики и лечения помогают не только выявлению, но и эффективному лечению онкобольных. Несмотря на рост заболеваемости, у нас уже вот 6-й год происходит снижение смертности от онкопатологии у нас в диспансере и в Пинске, Пинском районе в частности. Несколько лет назад она была 170, 179, 177. То сейчас смертность вот на сегодня, по итогам 2015 года 141,3. То есть, это очень низкий показатель. И это при том, что в прошлом году онкологи отметили всплеск заболеваемости. Предыдущие цифры были равны, ну, 340, 330. То по Пинску, Пинскому району 468,2 заболеваемых. Самым актуальным в онкологии остается как можно более раннее выявление опухолевых заболеваний. С этой целью в Пинске проводятся два пилотных проекта по скринингу рака предстательной железы у мужчин и раку молочной железы у женщин. Для мужчин этого возраста определён 50-65 лет берётся кровь на простатспецифический антиген. При его повышении, при его уровне выше 4 пациенты направляются на дальнейшее дообследование. За прошлый год было выявлено 14 раков предстательной железы. То есть это у пациентов, не предъявлявших никаких жалоб. В 2015 год выявлено 36 раков молочной железы. Ведущим онкологам постоянно задают вопрос, возможно ли появление вакцины против рака. Вряд ли светит нам такое светлое будущее. Потому главное и не только в день борьбы с онкологическими заболеваниями, а всегда уметь поймать рак на этой клинической стадии. И чтобы его современное и своевременное лечение сохраняло больному шанс на полноценную жизнь. Большинство людей знает, насколько грозным может быть онкологическое заболевание. Скажите, что бы вы посоветовали людям сделать для того, чтобы уменьшить риски, связанные с онкологией? Прежде всего, это профилактика онкологических болезней. Которая заключается в том, чтобы вести нормальный образ жизни. Как известно, более 30% онкологических заболеваний можно предупредить, исключая вредные факторы окружающей среды и наше поведение. Если у человека уже возникает онкологическое заболевание, необходимо на ранней стадии его выявить. И сейчас у нас в Пинске проводятся два пилотных проекта по скринингу рака. Предстательные железы у мужчин и молочные железы у женщин. Если у наших жителей города появляются какие-то непонятные жалобы, без каких-то видимых причин нужно просто уделить максимальное внимание состоянию своего здоровья. То есть обратиться к врачу, пройти необходимое обследование и убедиться в том, что это не онкологическая болезнь. Медицина располагает возможностями лечения выявленных на ранних стадиях заболевания онкологического с полным выздоровлением и последующей нормальной жизнью человека. Следующая тема нашей передачи не менее актуальна. 18 февраля – день профилактики инфекций, передающихся половым путем. Сегодня более 20 заболеваний относятся к инфекциям, передающимся преимущественно половым путем. Серьезной проблемой при современном уровне диагностики и лечения остаются последствия несвоевременно пролеченных так называемых половых инфекций. Самое серьезное из них и печальное – бесплодие или рождение нездорового ребенка. В последнее время течение передаваемых половым путем инфекционных заболеваний чаще всего происходит в скрытой форме, и потому так важна своевременная диагностика. Ежегодно на наличие небезопасных инфекций обследуется до 40% населения Пинска и Пинского района. Мы находимся в сирологической лаборатории «Диспансера», которая в течение года работает в новом помещении после капитального ремонта, которая соответствует всем санитарным требованиям, нормам. И в этой лаборатории осуществляется диагностика заболевания, передающегося половым путем сифилиса. Сифилис и гонорея – наиболее социально опасные заболевания, поэтому они под постоянным и жестким контролем. Обширный охват обследуемого населения и профилактика препятствуют их эпидемическому распространению. В настоящее время обстановка спокойная, можем так сказать. В 2015 году было 9 случаев заболевания сифилисом, но, правда, в 2014-м не было ни одного. Но это, в общем, единичные случаи. И все, как я и говорила, все они протекали в скрытой форме. Остальные инфекции, их выявляют не только дерматовенерологи, но и гинекологи, урологи. Этих заболеваний достаточно много. Но их, например, в 2015 году их было 1409 по всему городу и району зарегистрировано, выявлено всеми службами. Такое число выявленных заболеваний – результат улучшения качества диагностики, внедрения новых методик. Кстати, давно практикуется и анонимное обследование на наличие половых инфекций. Население сейчас к этому относится достаточно адекватно и с пониманиями. В общем-то, не все стараются анонимно пройти. Многие приходят обследоваться сами по желанию в наше поликлиническое отделение и, называя свои данные паспортные, врачебные тайны сохраняются. Это ничего не разглашается. Последствия всех этих болезней могут быть весьма плачевными и серьезными. Поэтому так важна их профилактика. Профилактика инфекции, передающейся половым путем – это верность партнеру, это как можно меньшее количество партнера, или лучше всего – это единственный партнер. Ну и в крайнем случае – это использование средств индивидуальной профилактики. Вы хотите иметь ухоженный вид, здоровую кожу, быть успешным в жизни и работе? Отделение медицинской косметологии предоставит вам широкий спектр косметологических услуг. У нас работают врачи-косметологи, прошедшие стажировку в лучшей клинике Минска. Наши врачи – единственные в городе, имеют разрешение на проведение всего спектра медицинских косметологических услуг. Мы можем предложить вам фотомоложение и фотоэпиляцию кожи, удаление нежелательных волос, контурную пластику и биоревитализацию, так называемые уколы красоты, электромезотерапию и шлифовку кожи, а также произвести удаление доброкачественных новообразований кожи. Опытные медсестры-косметологи выполнят чистку лица, маски, питательные, увлажняющие с лифтинг-эффектом, депиляции, алмазную микродермообразию лица, пилинги. Отделение медицинской косметологии располагает профессиональным медицинским оборудованием ведущей израильской фирмы. Цены на услуги высококвалифицированных специалистов намного ниже, чем в других косметических салонах. Кабинеты отделения медицинской косметологии расположены в зданиях по улицам Рокоссовского, 8 и Желтовского, 19. Телефоны 37 24 37 32 19 29. Первый случай ВИЧ-инфекции в мире зафиксирован в 1981 году. Через 6 лет в 1987 году в Республике Беларусь. С момента появления в нашей стране ВИЧ стремительно охватил все регионы Беларуси. Настораживает темпы прироста инфекции в Пинском регионе, где половой путь передачи составляет около 70% и говорит о рискованном сексуальном поведении пинчан. Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что ежедневно более 1 миллиона человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем. Самая тяжелая болезнь из них – это СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Инна Ивановна, к сожалению, нередко инфекции, передающиеся половым путем, в том числе и такая грозная, как ВИЧ-инфекция, обнаруживаются у женщин, не относящихся к группе риска. Большинство из них не подозревают о том, что больны, ведут обычную жизнь и планируют рождение ребенка. Действительно ли это так? ВИЧ-инфекция – это большая проблема для беременных женщин. И ежегодно у 2-3 женщин мы впервые выявляем ВИЧ-инфекцию у беременных. Всего же у нас, допустим, в 2012-2013 году было 9 родов у ВИЧ-инфицированных женщин, в 2014-2015 – у 6 ВИЧ-инфицированных женщин в году. Мы всем им назначаем антиретровирусную терапию. И очень важно, чтобы женщина эту терапию начала получать вовремя. Очень важно, чтобы молодые люди, будущие родители, осознанно заботились о своем здоровье и знали свой ВИЧ-статус еще до планирования семьи и беременности, потому что их здоровье – это гарантия здоровья будущего малыша. Несмотря на усилия ученых всего мира, возможности избавить человека от СПИДа на сегодняшний день не существует. И пока отсутствует вакцина и эффективные средства для излечения больных, единственным рецептом против ВИЧ-инфекции и СПИДа остается здоровый образ жизни с нравственными принципами и моральными устоями. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, это целая группа инфекционных заболеваний, возбудителями которых являются более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов, которые распространяются преимущественно при любых сексуальных контактах. Из всех родов, если за прошлый год у нас было более 2400 родов прошло по филиалу женской консультации, 58% из этих женщин страдали инфекцией, передающимися половым путем. Эти инфекции являются основной причиной осложнений во время беременности, причиной преждевременных родов, в послеродовом периоде. Поэтому надо обязательно своевременно обследоваться на инфекции и проходить курс лечения. Очень важно, чтобы курс лечения проходили оба половых партнёра. Очень важна профилактика половых инфекций, особенно у беременных женщин. С этой целью в женской консультации практикуется обследование семейных пар ещё до появления в их семье детей. Хочется, конечно, сказать, что инфекций таких грозных, как, допустим, сифилис, гонорея, их становится меньше последние годы, но, тем не менее, мы не должны терять бдительность, потому что в прошлом году у нас среди женского населения не было выявлено ни одного сифилиса, а в прошлом году было 8 случаев сифилиса у женского населения. В том, до 18 лет не было, но у девочек у нас 17-летних было выявлено 2 случая гонореи. Поэтому инфекции эти, конечно, грозные, и нельзя терять бдительность. Стоит особенно подчеркнуть, в женской консультации есть все возможности для диагностики практически всех инфекций, передающихся преимущественно половым путём. Для исследования новейшими методами заключён договор с Медицинским центром Полевского государственного университета. С целью профилактики каждая молодая женщина должна не реже двух раз в год посетить врача-акушера-гинеколога с обследованием на инфекции, передающемся половым путём. Хроническая инфекция может привести к хроническим воспалительным заболеваниям органов женской репродуктивной системы, к бесплодию, может привести к осложнениям во время беременности, когда ребёночек может родиться слабеньким, маловесным, раньше времени, ну и другие более страшные могут быть осложнения. Если вы хотите и делаете всё от вас зависящее, чтобы жить достойной, полнокровной жизнью, если вам дороги вечные семейные ценности, значит, вас обойдут стороной болезни и несчастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова